Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии и на очередной неделе. Сегодня мы как раз открываем ее, смотрим на те макроэкономические отчеты, которые у нас на повестке. Вы знаете то, что, как и в прошлый раз, эта неделька у нас будет довольно-таки интересной, потому что если в прошлый раз мы анализировали ЕЦБ, следили за комментариями Драги, и отслеживали возможные коррективы монетарной политики, и, соответственно, пытались прогнозировать поведение евро, то сейчас у нас уже в фокусе внимания ФРС и дополнительные намеки касательно того, будет ли что-нибудь происходить, опять же, в плане изменений с монетарной политикой именно в США. Я считаю то, что у нас есть все веские основания полагать, что несколько повышений процентных ставок в этом году мы еще непременно дождемся. Сколько это большой вопрос, пожалуй, наверное, самый главный, особенно для тех, кто следит за перспективами доллара. Я, честно говоря, по-прежнему не отказываюсь от возможности того, что мы увидим четырехкратное повышение ставки. Но даже если этих решений будет меньше, все равно ясно, что сам факт ужесточения монетарной политики, он вполне достаточен для того, чтобы американская валюта против любого конкурента сохранила свой повышательный тренд, ну и, разумеется, продолжила радовать нас возможностью роста, ну и фиксингом тех профитных сделок, на которые мы сейчас делаем ставку. Что касается сегодняшнего, опять же, вебинара, как и всегда, он пройдет традиционно в 15.30 по московскому времени. Еще раз мы пробежимся по основным событиям прошлой недели, поскольку делаю основу акцент на то, что очень важно в фундаментальном анализе сохранять преемственность макроэкономического фона, знать, с чем мы идем в новую неделю, потому что очень часто события, особенно если они очень серьезные, как правило, резонируют на поведение тех инструментов, которые мы используем в спекулятивной деятельности. Сегодня я еще раз сделаю ставку на ЕЦБ, на комментарии Драги, потому что мы, наконец-таки, получили серьезный сигнал повода от господина председателя европейского мегарегулятора относительно того, что мы все делаем правильно, мете на более низкие ценовые ориентиры по паре евро-доллар, то есть в целом по европейскому валютному активу. Традиционно 15.30 по московскому времени анализ основных событий прошлой недели, также ключевых отчетов, которые на повестке предстоящих пяти торговых сессий и заключительный слайд традиционной презентации – это ценовые ориентиры на неделю. В последнее время, учитывая то, что тренды особо не меняются, мы довольно-таки неплохо попадаем в цели, но я думаю, что, опять же, посыл, направленный на ослабление рисковых инструментов, он сейчас сохранится. И в целом, опять же, все будет зависеть, конечно же, от ФРС, от комментариев со стороны представителей монетарного руководства американского мегарегулятора, ну, все это на этой неделе. Поэтому, надеюсь, что выходные прошли очень хорошо, вы собрались силами, потому что впереди у нас очень серьезные и важные спекуляции. Начнем давайте мы традиционно с бренда. Если есть возможность, откройте графики, посмотрите закрытие прошлого дня, прошлой торговой сессии пятничной, ну, и по совместительству еще все недели – 32.15. Сейчас бренд еще немного прибавил – 32.45. В целом, за последние три торговые сессии можно говорить о том, что энергоресурсы набрали весь около 20%. Да, это достаточно много. Но, судя, опять же, по динамике, которую мы, в принципе, наблюдали по бренду в последнее время, 10-20%, даже больше – это уже новая реальность, которую показывают углеводороды на финансовых рынках. Поэтому ничему удивляться мы, конечно же, сейчас не будем. Самое важное – мы ждали отскока, ждали его еще с уровня 35, даже 40. Сейчас этот отскок пошел, по сути, с тридцатки. Мы видим то, что уже 30 является не сопротивлением, а полноценной поддержкой. Бренд торгуется выше. И если искать причины, вследствие которых мы увидели эту позитивную динамику, здесь стоит отметить улучшение общих рыночных настроений. Действительно, подрастали все мировые фондовые секции. Обычно за последние две недели мы наблюдали только одну лишь разгрузку по факту панических настроений, спровоцированных из-за Китая, из-за слабых макроэкономических данных. Сейчас настроения улучшаются. В частности, пятничный рост европейского фондового рынка оказался максимальным за много месяцев. Это еще раз доказывает то, что, возможно, мы сейчас действительно наблюдаем, опять же, смену этих настроений, которые позволят нам в дальнейшем настраиваться на старые инвестиционные идеи. Потому что хватит уже этого форс-мажора достаточно, поскольку он ломал и прежние инвестиционные ориентиры, и не позволял нам так быстро, как мы хотели, добираться до наших профитных значений. Но сейчас я надеюсь, что все придет, скажем, на свои, встанет на свои места, и мы продолжим делать ставку на ослабление рисковых инструментов и роста доллара. Поэтому улучшение рыночных настроений, опять же, намеки со стороны Драги о том, что экономическое стимулирование необходимо для экономики. То же самое мы сейчас видим со стороны Народного банка Китая, который периодически повышает обмены курса валюты, уже определил обязательное резервирование для хотя бы сейчас офшорных счетах в юанях. Это тоже плюс, который направлен на сглаживание эффекта вот этих спекуляций. Мы видим улучшение настроений в целом буквально по всей мировой фондовой секции, не будем цепляться за отдельные регионы. И это стало причиной, вследствие которой все заговорили о том, что а не приведет ли это в перспективе к восстановлению спроса, ну, а сначала к росту мировой экономики. Но это, конечно же, исключительно спекулятивный настрой такого наигранного характера. Мы понимаем то, что на таком фоне далеко не уедешь, потому что нужны факты, нужны фактические свидетельства того, что есть основания для роста мировой экономики. Сейчас мы видим только смену настроений. Но в основу смены настроений не ложатся серьезные сейчас предпосылки. Поэтому, поскольку росли фондовые рынки, поскольку были ожидания, ну, и продолжают быть того, что ряд регуляторов, прежде всего ЕЦБ, Банк Японии, могут задействовать дополнительные меры экономического стимулирования, все это поддержало локальный спрос на нефть и поспособствовало росту. Другая причина – это снижение количества буровых. А в США фактически сейчас, за прошлой неделе, 637 уже, до этого 650 было. Соответственно, снижение налицо. Но мы наблюдали такой же спад на протяжении и позапрошлых недель. Но это никак не находило своего отражения с точки зрения роста актива. Поэтому сейчас можно сделать, опять же, акцент на то, что Brent, наверное, уже так же сам устал от тех активных распродаж, которые имели место быть, и старается использовать, точнее, даже цепляться за любую поддержку, которая появляется на рынке. Ну и, наверное, еще более важный, точнее, более определяющий фактор спроса на нефть в рамках последних торговых сессий в прошлой неделе выступила техника. Особенно после той реально серьезной распродажи, которую мы наблюдали. Учитывая то, что этот актив вошел в зону максимальной перепроданности, об этом сигнализировали многие индикаторы, и трейдеры почти больше не играть, скажем, с судьбой, если рынок подарил им возможность прокатиться очень неплохо на снижение. И как только Brent оказался вот уж совсем недалеко от 25 долларов за баррель, все высмотрели в этом возможность, ну, точнее, многие. Зафиксировать короткие сделки и фиксинг, опять же, этих результатов стал причиной локального выпада актива вверх. Автоматом стали срабатывать стопы, и вследствие этого актив получил еще большую бодрость и поддержку. Поэтому мы увидели такое стремительное восхождение. Сейчас рост уже замедлился этого актива. Может быть, как раз с консолидацией проторговкой тоже все уже кончено, потому что помимо, опять же, тех настроенческих факторов, которые присутствовали на рынке, все-таки не забывайте о том, что фундамент ничуть не изменился. А этот фундамент стал причиной разгрузки актива на протяжении последних полутора лет. Перепроданность, точнее, перекупленность, все верно, перепроданность этого инструмента может быть уже не быть определяющим фактором, и трейдеры начнут говорить о по-прежнему переизбытке, о росте запасов США. В частности, на этой неделе у нас снова два отчета API и Минэнерго США. Думаю, что мы продолжим практику прошлой недели, увидим локальный прирост, и это может еще стать причиной дополнительного давления на нефть. Не забывайте также и про Антон Иран, который готов увеличить объемы производства. Поэтому мы уже готовимся к тому, что фактическая планка производства в рамках всего ближневосточного картеля, ну, наверное, будет не ошибкой сказать, начнет стремиться к 33 миллионам баррелей в сутки. Это очень много для нефти. Позиционная долгосрочная – это настоящая катастрофа, которая, если сложить все факторы воедино, может стать причиной все-таки возобновления коррекционной динамики и просадку сначала к 25, а может быть потом еще ниже. Поскольку локального выпада мы все-таки дождались, давайте посмотрим, как нефть поведет себя на сегодняшней торговой сессии, на завтрашней в преддверии ФРС, и уже, если рост будет еще более объемлющим, непременно будем искать новые возможности, ценовые ориентиры для прежних продаж. И я думаю, что мы сможем провести еще одну хорошую сделку, потому что все-таки позиционно, опять же, бренд и WTI нацелены на еще большее ослабление и, соответственно, коррекционную динамику. Что касается российской валюты, то понятно, соответственно, укрепление нефти стало причиной укрепления позиций российской валюты. 77,43 сейчас на премаркете, локальный хай был даже в районе 85. Серьезное укрепление, признаю этот факт, может быть, поддержку также рублю оказали и внутренние российские факторы, вы знаете, то, что сейчас идет налоговый период, в частности, сегодня обязательств по НДП и акцизам составят объем 430 миллиардов рублей, и это, конечно же, много. Вы знаете, что налоговый период традиционно оказывает поддержку российскому валютному активу. Ну, налоговый период очень быстро сходит с, опять же, фокуса внимания трейдеров и, опять же, преобладать начинают старые тренды и старые фундаментальные факторы и причины. Думаю, что налоговый период сегодня уже полностью себя отыгает, отработает, и уже завтрашней торговой сессии мы снова будем следить за динамикой нефти. И если я уже сделал акцент на то, что нефть может неплохо просить, значит, ни в коем случае сейчас не стоит выходить из расположения долларов против российского валютного актива, потому что, как ни крути, но рубль, даже с учетом актуальных котировок по нефти, должен стоить выше 80 против доллара. Далее идем. Европейская валюта против американского конкурента. В частности, актуальная котировка на текущий момент 1.08.16. И видим то, что прошлая торговая сессия пятница стала очередной разгрузочной сессией для евро. Евро потеряло против доллара около 100 пунктов, ну, приблизительно столько же. И в целом фактором негатива для главного валютного риска стал резонанс, опять же, прошедшей конференции председателя ИЦБ Марио Драги, но еще на европейскую валюту оказалось самое настоящее давление, еще и национальная статистика, такой гнет фундаментального негатива, потому что в рамках еврозоны мы продолжаем констатировать исключительно слабые отчеты, которые готовят нас к тому, что рецессия в рамках валютного блока продолжится. Почему мы сейчас делаем такой негативный прогноз? Потому что в пятницу у нас была возможность проследить за динамикой индекса в деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. И в целом давайте поговорим уже по факту цифр. Германия 52,1 с 53,2, еврозона 52,3 с 53,2, то есть снижение. И это снижение наблюдается на протяжении многих месяцев подряд. Еще чуть-чуть, не дай бог, конечно же, но эти индикаторы окажутся ниже 50 пунктов, и в этом случае экономика пойдет на очень совсем мрачные перспективы по экономическому восстановлению. Поскольку прошлые индикаторы индексов указали на то, что риски для сектора производственной активности сохраняются, сейчас на рынке уже не может быть позитивных ожиданий касательно того, что валютный блок сможет достигнуть в ближайшее время оптимальных и достойных для такой крупной экономики показателей экономического расширения. В пятницу также прошла дополнительная конференция председателя ИЦБ Марио Драги вслед за четвергом, и он в очередной раз сделал акцент на то, что все сейчас происходящее в рамках монетарных властей действует в соответствии с мандатом, ИЦБ держит руку на пульсе. В принципе, то же самое, что и сказал в четверг. Следит за статистикой, следит за макродинамическим фоном не только в рамках национального регулятора, но еще и за глобальной картиной. Готов при необходимости задействовать дополнительные меры экономической поддержки, и мы знаем то, что эти доп. меры – это возможность снижения процентной ставки и расширения программы количественного смягчения. Собственно, на этом мы и ориентируемся. Драги также сделал дополнительный акцент на том, что программа количественного смягчения действительно может быть расширена. За цифры он пока не цепляется, но это, наверное, было бы слишком, если бы он еще дал намек на то, что программа может быть расширена на 15-20 миллиардов. Но мы, собственно, и без него ориентируемся примерно на эти цифры. Сейчас для реализации дополнительной поддержки и все-таки внедрения этого шага, инструмента как расширение программы количественного смягчения, мы должны наблюдать и увидеть подтверждение слабости со стороны индекса потребительских цен. Честно говоря, признаюсь, если вы следите за брифингами постоянно, мы ожидали, ну я по крайней мере, увидеть очень слабый показатель по уровню инфляции еще в рамках прошлого месяца. Но удивительно то, что мы наблюдали по факту прошлого отчета даже прирост на 0,1%. Это совершенно никак не вяжется с той реальностью, которая характерна для рынка энергоресурсов. Поэтому на этой неделе у нас снова отчеты по индексу потребительских цен Еврозоны и Германии. И я надеюсь, что в этот раз без сюрпризов обойдется и снижение цен на энергоносители, которое было колоссальным с начала этого года, все-таки найдет свое отражение в слабой потребительской активности. И если это произойдет, значит мы снова будем активно спекулировать на тему необходимости поддержки со стороны ЕЦБ для национальной экономики, что в целом будет создавать коррекционное будущее для европейской валюты, то есть активов, которые стоят за валютным блоком. Сейчас на рынке присутствуют слухи о том, что ЕЦБ пойдет на эти шаги в марте. Я считаю то, что это оправданные сроки и уж если к марту мы увидим действительно сползание индекса потребительских цен снова в зону дефляции, значит непременно вероятность таких шагов увеличится. Мы будем готовиться к активным распродажам главного валютного риска. Также на этой неделе против евро может действовать еще и сила американца, особенно если ФРС также хотя бы вербально намекнет на то, что будет продолжать активно цикл ужесточения монетарной политики, что в целом приведет постепенно к росту доходности американских трежерис и подтянет за собой опять же и американский валютный актив. Рост доллара станет причиной ослабления и европейской валюты. И еще я снова хочу обратить внимание на то, что сейчас мы видим позитивную динамику в рамках сегодня, кстати, на азиатской торговой сессии шанхайский композитный индекс уже прибавил больше 1%. Полагаю, если на рынке не появится каких-то дополнительных негативных факторов, вряд ли, конечно же, они появятся, значит эту позитивную динамику подхватит и европейский фондовый рынок, а уже к концу сессии и Америка. Поэтому, в частности, говоря про европейский фондовый рынок, вы должны понимать то, что традиционный рост европейской фонды обычно хеджируется трейдерами через ослабление позиций евро-доллар. Поэтому этот механизм сейчас также может работать, поэтому я считаю то, что то восстановление, которое мы сейчас видим по евро, это также лишь техническая коррекция после распродажи активной в пятницу и она очень быстро сойдет на нет. Мы по-прежнему находимся в рамках коридора 1.10.1.05 и я считаю то, что с большей долей вероятности мы доберемся до нашего как раз значения в районе 1.05. Сегодня из важных отчетов стоит отметить индекс делового оптимизма ИФО в 12.00 по московскому времени. Напоминаю, что это не такой крутой отчет, как оценка от института ЗЮ, но все равно давайте посмотрим и за ней. По прогнозам, с большей вероятностью будем наблюдать слабые цифры, но это дополнительный негатив и возможность для локальной слабости главного валютного риска. Далее идем. Доллар японская иена. Сейчас 118.63. Полномерно мы приближаемся к значению 120. Хотелось бы добраться до этого рубежа, потому что там уже находятся наши отложки buy-stop с целью 125. Поддержку доллару оказывает улучшение рыночных настроений, вследствие чего трейдеры начинают вытаскивать свои капиталы из защитных инструментов. Растут локально американские бумаги. Помимо этого, сейчас усилились спекуляции на тему предстоящего заседания ФРС, что может оказать дополнительное ускорение для американского валютного актива. И еще следим также за локальными отчетами. И в целом я предлагаю еще помимо США цепляться сейчас за локальный фундамент японского происхождения. Потому что с торговой сессии пятницы на рынке активно фигурируют слухи о том, что Банк Японии уже на этой неделе, а точнее даже в эту пятницу, может задействовать какой-то дополнительный инструмент экономической поддержки. Ну, вряд ли, конечно же, дело дойдет до решения программы количественного смягчения, но вероятность этого есть. Мы настраиваемся на подобные изменения. И учитывая то, что японская иена теряет очень активно, точнее теряла даже в рамках последних торговых сессий в прошлой неделе, я считаю то, что эти слухи, может быть, не на пустом месте, может быть, просочился какой-то инсайт. Нам самое главное не пропугать сейчас возможности хорошего захода в длинную сделку по паре USD и иена. Я думаю, что хорошим входом для этой сделки будет как раз уровень 120. В общем, следим за динамикой доллара. Я считаю то, что мы сможем оказаться в рынке уже до конца этой пятидневки. Фунт против доллара. Фунт в целом растет последняя торговая сессия. Опять же, основная причина, наверное, улучшение общих рыночных настроений. Мы видели то, что в рамках торговой сессии пятницы фунт добрался даже до локального хая 1.43.61, но к концу дня растерял практически половину всего прироста. Против фунта локально выступила и национальная статистика, потому что к пятницу мы анализировали данные по рыночным продажам. Отчеты плохие. Месячные показатели минус 1% ровно против прошлого прироста 1.3. Годовой 2.6 против прошлого 4.5. То есть и здесь контраст очевиден. Я не думаю, что у вас возникают вопросы, почему рыночные продажи такие слабые. Рыночные продажи показывают негативный тренд, сохраняют негативный тренд из-за крайне низкой инфляции, что подрывает спрос на товары длительного пользования. По факту распродаж черной пятницы мы видели хорошие рыночные продажи, но я тогда был уверен, что дальше, опять же, этого локального отчета, этого локального позитива дело не пойдет. Сейчас у вас продаж уже нет, бума из-за низких цен тоже. Рыночные продажи полностью соответствуют актуальной действительности сейчас. И на этой неделе у нас отчет по ВВП. Я уже советую готовиться к тому, что данные будут плохими, потому что оснований для роста вообще никаких нет. А значит, роста британца может очень быстро сойти на нет. И мы будем искать возможности для занятия новых коротких сделок. Хорошо, что уже на протяжении последнего месяца, точнее даже двух-трех месяцев, фунт стал настоящим дружеским инструментом для нас, поскольку мы зафиксировали не одну профитную сделку. Сейчас пока держимся в стороне. Пусть быки наиграются, а мы уже будем готовиться к тому, чтобы засолить его с новых уровней. О актуальных ценовых ориентирах я вам еще расскажу на следующих брифингах. И пару слов хотел сказать еще про канадца, поскольку канадская валюта сейчас также весьма интересный инструмент. С точки зрения волатильности, наверное, один из самых динамичных против доллара, потому что за последние 3-4 торговые сессии мы видим то, что канадец укрепился против доллара уже больше, чем на 400 пунктов. И хорошо, что мы не мудрили в конце прошлой недели. Мы поблагодарили рынок за те возможности, которые были нам предоставлены. Мы взяли свой профит и просто постояли в сторонке перед заседанием Банка Канады, где была оглашена обновленная процентная ставка. И сейчас мы видим то, что идет серьезное восстановление канадца против доллара. Хорошо, что мы находимся вне рынка и смотрим на эту ситуацию со стороны. Говоря про причины роста канадца, конечно же, прежде всего это нефть. Во-вторых, это отсутствие решения по снижению процентной ставки. Но все-таки есть еще и негатив. Он связан с тем, что при возобновлении все-таки ослабления нефти мы снова можем вернуться к слабости канадца. И на прошлой неделе вышли данные по инфляции в рамках канадской экономики. Здесь месячный показатель просел до минус 0,5%. Это серьезное снижение. Я думаю, что на снижение индекса потребительских цен, по сути, еще раз дает возможность банку Канады при необходимости все-таки снизить процентную ставку. Я говорил то, что к этой спекуляции мы еще вернемся. Поэтому мы сейчас смотрим за канадцем против доллара и ищем возможности для длинной сделки. Потому что, как ни крути, но пара снова предпринимет попытку, чтобы добраться до уровня 1,45. Я предложил вам сделку в прошлый раз Buy Stop с уровнем 1,43, Take Profit 1,44,50, ну и, соответственно, Stop Loss 1,42,50. Этот ордер пускай пока в рынке и висит. Австралийцы и новозеланец. Австралийцы. По австралийцу ждем снижение пары ниже уровня 0,7. Только после того, как австралийцы окажутся ниже этого рубежа, будем торговать этим дуэтом валютных активов. По новозеландцу у нас уже отложены ордер с уровня 0,63,95. Take Profit 0,63. Stop Loss 0,64,30. Я думаю, что негативный тренд по факту роста доллара все-таки восторжествует и в рамках австралийцы и новозеландца. И мы будем готовы к тому, чтобы провести еще одну серию профитных сделок. По золоту пока все без изменений. Сейчас 1101 доллар за тройскую унцию. Я считаю то, что локальный рост, если и состоится, то будет как осрочным. Если хотите рискнуть, попробуйте. Но я все-таки советую сейчас уже по золоту находиться в стороне. В ходе следующих брифингов анонсирую вам новую идею, которая будет направлена уже на ослабление этого драгоценного металла. Собственно, резюмируем. Ждем роста доллара. Ждем заседания ФРС. Поддержку для нашей инвестиционной идеи. Ждем ослабления европейского валютного актива. Поскольку, по факту прошлой недели, драго нам еще раз намекнул на том, что это позиционирование верно. Сегодня из отчета в 12.00 по московскому времени ИФА. И от этого отчета ждем слабых данных, что может стать причиной локального ослабления европейского валютного актива. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Вы знаете, что если есть вопросы, их можно оставлять на нашем канале на YouTube. Либо использовать для этого форум Аммаркетса. Хорошей вам торговой пятидневки. Хорошего прибыльного дня. Ну и не забывайте о том, что в 15.30 по московскому времени пройдет традиционный вебинар «Правильный понедельник». Всего доброго. До свидания.